Организаторы, а это Министерство природных ресурсов и экологии, так и назвали международную конференцию «Заповедные дела. Итоги столетия». В таком составе участники не собирались 10 лет, и вот накануне важной даты, 100-летнего юбилея заповедников, приехали в Сочи. Наша федеральная сеть особо охраняемых территорий стала большим эколого-просветительским сетевым институтом. То есть вот так по всей стране, если у нас 150 федеральных охраняемых территорий в статусе национального парка и заповедника, каждый из них ведет большую просветительскую работу. Познавательный туризм становится популярным в нашей стране. На этом фоне эффективнее становится работа по охране заповедных зон и научно-исследовательская. Более того, в 2017 году, который объявлен годом «Экология», будут созданы дополнительные природоохранные территории. Причем в ряде регионов России, только в Крыму их несколько. Готовится распоряжение правительства, оно будет, я уверен, принято до конца года. А передачи на федеральный уровень трех государственных природных заповедников, расположенных в Крыму. Это Ялтинский горнолесной, Апукский и Казантипский. Наш Кавказский государственный заповедник по праву называют форпостом заповедной системы на Кавказе. Здесь реализуется проект по созданию популяции переднеазиатского леопарда, успешный пример восстановления популяции кавказского зубра. Здесь очень много, много туристов, много потенциалов. Например, приведу 1999 год, 140 зубров в этом году переварили за тысячу. Международная конференция продлится три дня. По ее итогам будут подготовлены рекомендации государственным структурам, а также заповедникам, нацпаркам и заказникам. Ну а новые заповедники – это традиционная эффективная форма сохранения биологического и ландшафтного разнообразия заповедных территорий России. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».